Poco X4 Pro такая большая коробка, тяжелая, кстати говоря, это говорит о том, что внутри комплектация достаточно мощная. 8 256, и наверняка там есть и чехол, и все остальное. Та-дан! Вот она, желтая красота. Здесь внутри ничего нет. Убираем в сторонку. Опачки. Достаем. Как я и говорил, и зарядник, и шнур. У смартфона в комплекте идет турбозарядка на 67 Вт. За 40 минут она заряжает аккумулятор в 5000 мАч до 100%. Это хорошие показатели как в плане зарядки, так и в плане аккумулятора. Быстрая зарядка нового поколения. Шнур имеет соответствующие характеристики. Пометочка красным говорит о том, что мы используем очень быструю зарядку. И силиконовый чехол внутри. Очень щедрая комплектация. Зарядное устройство аж на 67 Вт. Мощный надежный шнур. Аппарат и силиконовый чехол. Основная информация видна уже здесь. 120 Гц, 108 камера, процессор Snapdragon 6 нанометров и турбозарядка 67 Вт. 5000 мАч аккумулятор. Процессор у данного смартфона Snapdragon 695. 6 нанометров технология. Графика Adreno 619. Оперативка LPDDR4X. А постоянная память UFS 2.2. Ну что ж, это мой первый взгляд на смартфон. По дизайну он очень красивый. Стекляшка. Толстенький достаточно. Как вы думаете, какие цвета приготовили для нас Poco X4 Pro 5G? Вот это называется лазерный черный. Понимаете, да? Потому что как-то вот здесь переливается. Лазерный. Лазерный синий также еще имеется. И просто желтый. Ну для тех, кто любит классику. Ну назвали же лазерный. Почему здесь лазер? Задняя поверхность очень красивая, блестящая. Конечно, не хотелось бы ее портить чехлом силиконовым. Но нам придется это сделать, чтобы сберечь аппарат. Чтобы он служил долгие годы и был не поцарапанным. Перед вами модуль основной камеры на 108 мегапикселей. Чуть ниже находятся широкоугольные. И ниже камера для макросъемки. На левом торце у нас вообще ничего нет. Просто ровная поверхность. Чувствуется высокое качество аппарата. На правом торце мы видим качелю громкости, а также кнопку включения и выключения, совмещенную со сканером отпечатка пальца. Сверху, а за это хвала разработчикам, 3,5 мм выход для наушников, мультимедийный динамик, микрофон и инфракрасный порт. Нижний торец имеет сим-лоток, USB Type-C разъем, микрофон и решетку мультимедийного динамика. Понятное дело, что это не флагманская модель какого-нибудь Samsung. И здесь нет каких-то суперфишек типа беспроводной зарядки, реверсивной зарядки. Но зато уже в эти деньги поставили сюда просто шикарный стереозвук. Меня он впечатлил. Сбалансированный. То есть левый и правый динамики звучат одинаково. А для меня это крайне важно. Сочный звук. И еще сюда поставили линейный вибромоторчик, который сбалансирован по оси Z и очень приятно вибрирует в ваших руках во время игр или получения какого-нибудь уведомления. Лицевая сторона имеет небольшой подбородок, который едва заметен, поскольку верхняя часть ненамного толще. Здесь можно рассмотреть решетку разговорного динамика, а также видно, что наклеена пленка от завода. И это спасибо опять же. Когда я впервые увидел селфи-камеру данного смартфона, я подумал, ну какая маленькая дырочка. Ну что она вообще может увидеть там вот сквозь этот глазочек. Ну знаете, что-то видит. Это модуль от Sony, насколько я понимаю. И как-то там все вытягивается, но в ночи шумы прям зашкаливают. Постобработка, конечно, все это устраняет. Но в процессе, когда снимаешь, думаешь, ё-моё, откуда столько мурашек. Предлагаю оценить содержимое SIM лотка. Для этого используем ключ, который был у нас в комплекте. Здесь можно поставить либо две SIM-карты, либо SIM-карту. Ну и во второй лот можно поставить SD-шечку. Многие говорят об этом смартфоне, что у него уродливый дизайн. Но когда я открыл его, я этого не почувствовал. То есть мне показался дизайн хорошим. Но так, если посмотреть на этот модуль. Ну да, как-то странно его сделали. Но не забывайте, что его вы будете носить в чехле. И в чехле это смотрится несколько иначе. Странный, конечно, спорный дизайн. Однако материалы, из которых все изготовлено, выглядят очень качественными. И мне приятно держать его в руках. Он вообще, в принципе, удобный. И, наверное, больше мужской, чем женский. Хотя это спорный вопрос. Я ведь не сексист. Ну что же, чехол не особенно портит дизайн. Ну, понятное дело, что в чехле совсем уже не так выглядит. Но, блин, очень интересная форма. Какой-то он квадратный, прямоугольный. Не округлые края, а прямоугольные. И плюс чехол очень хорошо защищает дисплей от касаний. Когда его вы можете вот так ложить на стол, то в данной ситуации не будет царапаться вообще ничего. Поэтому чехол очень надежный. У меня в руках находится версия на 8256. А бывает еще 6128. Что касается оперативки, то здесь автоматически может добавляться включением одной галочки 3 гига. Из постоянной памяти выделяется под оперативку 3 гига. Спорный вопрос, потому что, ну, на моем опыте, это вообще никак не влияет на производительность. Может быть, у вас какой-то другой опыт есть? Тогда напишите об этом в комментариях. Прошивка работает весьма плавно. Ну, то есть, понятное дело, что новый смартфон и будет работать в любом случае очень достойно. Вначале, а дальше посмотрим. Здесь у нас есть сразу интереснейшие вам моменты. Это NFC, это Mi-пульт управления дистанционно и телевизором, например. Dolby Atmos. Для многих почему-то это стало важным в последнее время. Запись экрана для тех, кто занимается видеоблогингом. И трансляция на современный Smart TV. Все остальное вы видите просто своими глазами. Дисплей у данного смартфона имеет частоту обновления, 120 Гц, а вот частота обновления сенсорного дисплея 360 Гц. Ну, типа моментально реагирует, хотя непонятно для чего. Ведь это не самый производительный смартфон. Заходим в настройки. Здесь все классически. Это обыкновенный Android. Но, тем не менее, есть моменты, которые отличают этот смартфон от других. Для этого мы можем зайти в экран и посмотреть, какие у нас есть варианты частоты обновления. Я рекомендую всегда использовать 120 Гц, потому что 60 Гц, хоть и экономит энергию аккумулятора, но для чего нам тогда вообще 120 Гц? Именно они делают картинку плавной и приятной для глаз. Также рекомендую использовать цветовую схему, посмотрите, которую вот стандарт. Яркий лучше все-таки не нужно, потому что по глазам бьет еще сильнее. Наверное, вот такую, стандарт. Технология цветопередачи DCI-P3. Это значит, что формат приближается к киношному или, по крайней мере, очень цветастый. Ну да, дисплей действительно высокого качества. И мне он больше всего понравился в этом смартфоне, нежели все остальное. Прям вот отличный дисплей. Ну а сверху классическое стекло Gorilla Glass 5. Ну и для уменьшения проблем с нагрузкой для глаза используйте темный режим, который позволяет понизить влияние на вас AMOLED дисплея. Потому что просто большая часть пикселей вот этих, в этих местах темных, не светится вообще. И, соответственно, глаза не получают нагрузку. Как вы сами понимаете, OLED дисплеи многих просто задолбали тем, что они имеют шим, широтно-импульсную модуляцию. Это не является косяком. Просто это технология регулировки яркости у таких дисплеев. У IPS'ов шим нет от слова совсем. Так вот, этот шим часть людей видит и чувствует. Ну просто глаза начинают от него болеть через час. Часть людей вообще не замечают. И для них OLED дисплей это самые лучшие яркие, сочные, контрастные. Что, в принципе, является правдой. Тем не менее, производители теряют часть покупателей из-за того самого эффекта шим. И стараются его минимизировать. В данном смартфоне дисплей хорошо оптимизирован. И шим здесь минимальный. Потому что я сравниваю с тем, что есть у Samsung и здесь. Какие-то там 10% шим. Около 10% крутится этот показатель коэффициента пульсации. Это вообще ни о чем. Поэтому здесь в плане шим проработали хорошо. И данный OLED дисплей, как ни странно, я одобряю. И не только потому, что частота его развертки 120 Гц. А прежде всего, потому что его шим не такой уж ядреный. Давайте замерим уровень шим у данного смартфона. Вот средняя яркость сейчас стоит. И здесь мы видим шим. 5,9. Это очень небольшой. Если вот, допустим, поменять радиоинтереса на 60 Гц. Что-то меняется? Да нет, к великому счастью, не меняется вообще ничего. Оставляем 120 Гц, но зато поменяем яркость. Яркость, допустим, убавляем. Убавляем, убавляем, убавляем. И что мы видим? Шим растет. Сами видите на ваших глазах. Это все происходит. И вот на самой минимальной яркости шим всего лишь, опять же, 9. Странно, да? Это хорошо, значит, получается. Ну-ка. Ах, нет. Вот правильный замер. Шим 42%. Если чуть-чуть добавить, добавляем вот до какой-то такой яркости, шим фиксируется на 29,4. Неплохо. Теперь посмотрим вот на такой яркости. Многие любят ее почему-то, хотя мне ее не хватает. Экономят, видимо, энергию. Здесь 36% шим высокий. Смотрите, добавляем почти до середины, но чуть ниже. То есть где-то 40%. Смотрим. 28 шим, большой достаточно. Добавляем до половинки. Вот мне пока еще не комфортно, мне бы побольше яркости. И вот с середины мы видим шим 12. Вот здесь его мало реальный. То есть вот на 50% яркости ставишь, и глаза твои не устают. Ну реально, это уже спасибо. Делаем больше, просто ради интереса замеров. Вообще 6% здорово. Практически полное отсутствие шим. То есть мне сейчас комфортно при такой яркости. И делаем вот процентов на 85. Ну и здесь фактически не меняется, просто еще ниже шим 4%. Теперь включаем на полную. Смотрим. Ну здесь как бы получается тот же самый шим. То есть какая-то пульсация все равно имеется, но небольшая. То есть над шим хорошо поработали. Это вам не Samsung. Вырви глаз. Это значительно лучше. Теперь переходим в настройки камеры. Здесь все стандартно, профи, видео с возможностью переключения на 2x, цифровой зум, который портит качество, и на 0.6. Объектив широкоугольник совсем не очень, но он есть уже хорошо. Кроме того, здесь есть еще один объектив, который является Super Macro. И здесь светосила совсем низкая, вот автофокуса нет, поэтому Super Macro это затычка в чистом виде. Видео она снимает в формате HD 720. Отключаем. Видите, обычный объектив снимает на Full HD 30 FPS. И это максимально возможное разрешение. Кроме того, мы не можем себе позволить включить или выключить стабилизацию. Ее тупо нет. Вот такие дела. Переходим в режим фото. Здесь то же самое можем фотографировать на 0.6. Можем 1x и 2x. Ну 2x опять же цифровой портретник работает, ну средненько, так скажем. И также в закладке еще мы видим отдельную кнопку 108 мегапикселей. Мы видим здесь двойную съемку, то есть двойное видео, когда работают одновременно две камеры. Вы можете говорить и туда, и сюда. И это для видеоблогинга, наверное, кому-то будет интересным. Ну, мне так это было уже существующее в Samsung много лет. Все. Кнопку полного разрешения на 108 мегапикселей нажимайте только при хорошем освещении. В противном случае это, ну, даст шумы на картинке, если плохое освещение. А днем, да, днем можете снимать. 108 мегапикселей камеры для данного смартфона это просто слова, поскольку для видеорежима они вообще никак не используются. Для фотографий, да, вы можете получить высокую четкость. Что касаемо видеозаписи, то максимально возможное разрешение это Full HD 30 кадров в секунду. Здесь нет даже 60 кадров в секунду. И ты думаешь, камон, ребята, зачем такие мощные камеры? Весьма хороший процессор. Ну, да, да, этот процессор не вывозит. Вот она причина. А по оперативке все ок. Также сверху мы видим настройки имеется HDR. Здесь лучше всегда поставить на автомат, пусть так и стоит. Соответственно, кроме этого имеется AI, искусственный интеллект. Здесь его, если не нажать, то не будет меняться режим, например, на ночной автоматически. Рекомендую эту кнопку оставлять включенной. Камера не самый сок, поэтому, ну, как раз-таки это и будет ее как-то хоть стабилизировать. Основная камера данного смартфона на 108 мегапикселей – это модуль от Samsung. Он имеет специальную технологию объединения 9 пикселей в один для повышения светочувствительности. Поэтому используйте данную фишку на постоянной основе и при ярком, хорошем освещении можете включать кнопкой 108 мегапикселей, чтобы получить ту самую максимальную детализацию. Кроме того, здесь есть широкоугольный объектив на 8 мегапикселей и макросъемочный, не знаю зачем, даже брезгливо им пользоваться на 2 мегапикселя. Ведь у него очень низкая светосила, не очень-таки цветопередача и отсутствие автофокуса. Селфи-камера на 16 мегапикселей также не имеет автофокуса, а вот стабилизация местами работает. На основную камеру есть цифровая стабилизация и на селфи-камеру. Проблема у селфи-камеры в том, что стабилизация не отключается, из-за этого картинка кропается. И когда я хочу себя снять на видео, то я получаюсь очень крупно в кадре. Такое чувство, что мои щеки просто в него не влезают. Это потому, что картинка растягивается для цифровой стабилизации. Съемка Full HD 30 кадров в секунду, день. В общем-то, ну, нормальное качество картинки. Не знаю, как вам. Детализация, конечно, где-то проседает. Но в целом неплохо. Попробуем зум. Прибавляем уже 2-3 кашеобразно. Ну, это нормально, по-другому не бывает. Теперь переключимся через стоп на ширик. Перед вами широкоугольная камера. Съемка Full HD 30 кадров в секунду. Как-то дергается все, что ли. Слайд-шоу получается. Вы замечаете это? Ну, реально, слайд-шоу. Что за прикол? Наверное, на записи, может быть, этого не будет. Может быть, он не может одновременно воспроизводить и записывать быстро. И тормозит для меня. А так, на записи вы не видите этого. Но, когда я иду, идет пропуск кадров. Как будто здесь 12 кадров в секунду. Full HD 30 кадров в секунду селфи-камера. Непонятно, стабилизация есть или нет. Ну, как бы, ребят, самая основная проблема это то, что я не влезаю в кадр. Я вытянул руку максимально от себя. Я не так выгляжу, даю вам слово. Сейчас сниму то же самое на Samsung. Смотрите, это тот же самый я, только на Samsung. Согласитесь, есть какая-то в этом разница. То есть, ну, как бы я влезаю и так же вытянул руку. Я стараюсь для своих подписчиков обзоры превращать в художественное произведение. Вот смотрите, не влезает на обычную камеру кадр. И в этой ситуации нужно применить широкий угол, куда влезет вообще все здание. Ночная съемка Full HD 30 кадров в секунду. Это единственный возможный вариант, который здесь существует. Цветосила низкая, потому что даже если вот навести вниз, то уже шум идет. Но вот особенно в небо видно. В целом, цвета подобные тому, что я вижу на самом деле. Full HD 30 кадров в секунду. Я руку просто максимально вытянул, тем не менее, я в кадр вообще еле как помещаюсь. То есть, угол обзора ширика, ну, такой себе, знаете. Видео можно снимать также через широкоугольную камеру. Сами видите, качество сплошной шум. Но все это переключается через стоп. Макрокамера позволяет работать на видео. Посмотрите, если приближаем, то видим вот такую картинку. Но, к сожалению, нет автофокуса. Камеры данного смартфона не очень мне понравились. Они прям, ну, середнячок. Но столько написано о характеристиках. И пиксели, объединяющиеся в 1, и 108 мегапикселей от Samsung. Но вот что-то вот совсем мне не зашло. Это прям, ну, прям лайтовые камеры. Это не камера-фон. Рекомендую во время использования включать кнопочку AI. Искусственный интеллект, который автоматически подбирает режимы съемки. Таким образом, вы получите не кашеобразную фотографию вот в ночи. Как, например, здесь сейчас непонятно, что за надпись. А здесь есть надпись. Вот она. А получите вот такую фотографию, где все-таки можно разобрать надпись про кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Звук у смартфона стерео, он весьма громкий и даже сбалансированный. Вот именно сбалансированный. То есть левый и правый канал по громкости я не отличил. То есть не чувствуется никаких отличий. Обратите внимание на то, что Genshin Impact идет хорошо. Но скролл все равно, смотрите, чувствуется задержка. Но игра очень ресурсоемкая. Как правило, эту игру не вывозят фактически никакие смартфоны на стопроцентных параметрах. Проседает и частота кадров. Здесь мы видим вот 24. Как только отражение в воде накладывается на картиночку самого этого человечка. Ну, в общем, нагрузка на процессор растет. Да, здесь проседает частота кадров. Но при этом игра идет без лагов и не тормозит. Троттлинг-тест данного смартфона весьма нормальный. Вы можете видеть его вот здесь. Посмотрите, как график плавно падает вниз. То есть вначале мы видим 100% производительности. А это, между прочим, 100 потоков и 30 минут. То есть максимальная нагрузка. И через полчаса работы производительность плавно падает приблизительно до 80%. Это неплохо. У данного смартфона используется для охлаждения специальная медная труба. Ну, маленькая такая трубка. И графитовые листы. Высокие настройки графики. Частота кадров тоже высокая. Этого достаточно, чтобы понять, насколько что у нас тянет. Всегда использую эту картинку. Увидеть, чтобы насколько быстро рендерит видеочип изображения. Но он быстро достаточно это делает. Но вам скажу сразу, что частота кадров я вот в настройках поставил высокую. Но и здесь она всего лишь 24-30 фпс. Вот почему-то мне кажется, что когда я возле зданий, то здесь видна лучше прорисовка картинки. И действительно, да, вот есть что-то в этом. Посмотрите. По тому, как прорисовывается здесь все, мы можем наблюдать качество графонии. Москвич! Классика! Но, между прочим, мало кто знает, что Москвич сделан на базе BMW. То есть, по сути, это бывший BMW. И вовсе никакая не русская машина. Та-дам! BMW, как говорят американцы. Подводя итоги, могу сказать, что Poco X4 Pro 5G это хороший смартфон, если вам не нужен камера-фон. В целом-то он неплох. То есть, у него хорошая производительность, у него дизайн. Но мне вот спорный вопрос, что дизайн не очень. Качество исполнения. Он выглядит как реально очень дорогой. Богатая комплектация, хорошая камера, очень мощный аккумулятор и зарядное устройство, которое заполняет его за 40 минут до 100%. Сканер отпечатка пальца, опять же, есть. Стереозвук, вибромоторчик, откалиброванный по оси Z и очень высокого качества. Ну, я считаю, что ему можно поставить по 10-бальной шкале, наверное, 7 баллов. Это хорошая оценка для среднебюджетного смартфона. Да, за эти деньги теперь можно купить только среднебюджетник. На сегодня это все. Поставьте лайк этому видео, обязательно подпишитесь на канал. Меня зовут Евгений Донец, и я все сказал.